И так, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия, Иван для Луки, глава 24, 44 стих. И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне, в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. И так, чтобы нам, как ученикам Господа, наследовать с Ним обетование, завещанное Ему Богом, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в псалме 143, содержащего в себе уникальные ценности, регламентирующие правовые отношения с Богом, помазанного Богом Царя. Из характера этих отношений следует, что в молитвах Давида в основном и в первую очередь отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством. Не вся так называемая церковь, не все святые являются царственным священством. Не все входят в состав тела Христова. Не все являются Вышним Иерусалимом или Царством Небесным, потому что очень большое множество святых людей, верующих людей, поставлены в зависимость от этого Царства. Мы это видим из Писания. Спасенные народы будут ходить во свете лица, то есть или во свете Иерусалима, который есть тело Христово или это категория людей, входящих в Царство Небесное. Когда апостол Петр пишет, что Бог призвал или садил нас царями и священниками, но чтобы стать царем и священником даже в израильском народе, необходимо было определенное время, определенное посвящение и определенная затрата всей жизни. Поэтому, учитывая это положение, мы продолжим, что по проведению Святого Духа каждая молитвенная песня Давида – это на самом деле инструкция к определенной ситуации или же своеобразный эталон, по которому нам следует сверять свои молитвы и выстраивать свои отношения с Богом в аналогичной ситуации. Так, например, данная молитва Давида, насколько нам уже известно, это его ответная реакция на враждебные к нему отношения и на племенников, которые для оправдания к нему своей вражды распространяли о его нравственном облике ложь как некую, одним только им известную правду. И, как мы уже отметили, порядок данного ходатайства выражен в строгой последовательности четырех частей, содержание которых нельзя поменять местами, так как это явилось бы нарушением регламента в отношениях с Богом. В первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Обычно с этого начинают молитву все цари и священники. Они не себя сразу выставляют в этой молитве и не свои нужды, а они просто начинают восхвалять и говорить, кто является Бог, кем Он для них является и что Он для них сделал. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек призван входить в присутствие Бога и предстоять пред Ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги, а следовательно, это и враги Бога. И с какой стратегией Бога ему необходимо сработать, чтобы быть избавленным от их вероломной лжи, облеченной в правду. А вот уже в четвертой части Давид высвободил, и это уже заключительный момент молитвы, одно из сильнейших и прекраснейших благословений, которые в Писании сохраняются в сокровищницах Бога для искупленного им народа, происходящего от Авраама. В определенном формате мы уже рассмотрели первые две части этого ходатайства и остановились на изучении третьей, с пятого по одиннадцатый стих. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымяться, блесни молнией и рассей их». То есть речь идет в отношении врагов Господа или же врагов Давида, врагов всех святых, входящих в категорию царственного священства. «Пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых деснится, деснится лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям, и избавляющему Давида раба Твоего от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых деснится, деснится лжи». От лютого меча он называет слова сынов иноплеменных, когда они приписывают свои пороки ему и облекают ложь в правду, правду в ложь. Он говорит, избавь меня от их лютого меча. Мы уже не раз отмечали, что данное отношение к подобного рода врагам является практически исполнением воли Божией, потому что, исходя из притч Христа, который является корнем и потомком Давида, на котором, как мы знаем, как и на Христе, притыкаются и соблазняются многие, предназначенные к погибели, хотя как будто бы приходят к Богу. То есть это восследует, что иноплеменники – это солома, через которую в свое время действительно протекали жизненные соки или жизненное помазание колосу пшеницы, или же плевелы, растущие на одном поле с пшеницей. И та и другая категория, по словам Христа, это дети дьявола, почитающие себя детьми Божьими, которые ранее действительно были таковыми, но затем в силу добровольного выбора в реализации своих плотских наклонностей утратили как свое призвание, так и свое место в теле Христовом. То есть трансформировали себя из образа Божия в образ дьявола. Однако сохранили при этом внешнюю форму благочестия и развили ее до неимовернейших размеров. И чтобы расстроить замыслы иноплеменников, которых они приписывают праведникам свои неизменные пороки, обращая правду в ложь и ложь в правду, мы обратились к стратегии, примененной Давидом в данной молитве, которая состоит в нашей соработе с учением благословения и проклятия в пяти составляющих, которые с нашей стороны выражаются в полномочиях власти и способности творить правду Божию в деяниях его правосудия. В определенном формате и в соответствии меры нашей веры мы уже рассмотрели четыре составляющие и остановились на пятой «Пусти стрелы твои и расстрой их». При рассматривании данной составляющей мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классические вопроса. Характеристики, присущие стрелам Божиим, призвание стрел Божиих в отношениях человека с Богом и Бога с человеком, условия, необходимые для сработы со стрелами Бога и результаты, которые последуют после этого. В формате этих вопросов мы уже познакомились с рядом имеющихся в Писании образов и обратились к такому образу, в котором сработа со стрелами Бога связана со стратегией таинственного колчана и ножен, находящихся под рукой Бога или под тенью руки Божией. Исайя 49, 1, 3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою изостренною. В колчане своем хранил меня и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». То есть эти слова или это пророчество направлено к царям и священникам, к Израилю, который обладает высоким достоинством раба Господня, а слово «Израиль» означает позволяющий Богу в молитвах творить его волю или же побеждать идущие на него напасти. Поэтому, исходя из смысла данного иносказания, мы выделили пять аспектов, которые, как единое целое, призваны Богом соделать нас стрелою изостренную в колчане нашего небесного Отца. Первое – это призвание, обретенное в новом имени от утробы матери. Второе – это соделывание нашего языка в оружии в острова меча. Третье – это помещение самого себя под кровь тени руки Божьей. Четвертое – это соделывание нашего языка стрелою изостренную. И пятое – хранение самого себя в славном колчане Бога. Практически это одно единое, просто вот пять составляющих. И поэтому все эти пять аспектов – это некое иносказание, определяющее и регламентирующее в данном конфликте с иноплеменниками формат отношений Бога с человеком и человека с Богом. В определенном формате мы уже касались первых двух аспектов и остановились на рассматривании третьего – это покров или убежище, которое состоит в тени, падающей от руки Божьей. Учитывая, что тень руки Божьей, под которой находятся как ножны для его меча, так и колчан, заполненные его стрелами, мы решили рассмотреть такие вопросы. Это смысл, содержащийся в тени руки Божьей, назначение тени руки Божьей в отношениях с Богом, цена за право находиться под тенью руки Божьей и результаты, которые последуют от нахождения под кровом тени руки Божьей. Изучая вопрос первый, что Писание подразумевает под иносказанием тени, вообще и в частности тени руки Божьей, мы пришли к выводу, что для понимания этого вопроса нам необходимо рассматривать два рода тени, которые противостоят друг другу и противоборствуют друг другу, потому что никогда они в Писании не появляются независимо друг от друга, они всегда появляются на арене, как два воина. Это тень жизни и тень смерти. Одна падает от руки Божьей, другая падает от руки дьявола. Каждая из этих теней, во-первых, обладает своей собственной силой и своей собственной территорией, и в зависимости от обстоятельств выражает себя в различных видах и в различных именах. И, во-вторых, каждая из этих теней для влияния своего на землю призвана находить особых людей, чтобы делегировать им свою власть, интересы которой они могли бы представлять в отведенном для них времени и в пределах своего обитания. Так как согласно изначальному божественному проведению человек сотворен Богом суверенным, в силу чего без добровольного добровольного сотрудничества на него не может повлиять или проявить своего влияния ни тень руки Божьей, ни тень руки дьявола. И, насколько нам известно, таким сотрудничеством с подачей выбора самого человека обладают как Бог, так и дьявол. То есть и Бог, и дьявол имеют у себя людей, которые представляют интересы этой тени. А посему, с какой рукой человек сотрудничает, делегированным представительством той тени данный человек и является. Исходя вот из такой реальности, все люди на земле, независимо от того, понимают они это или не понимают, признают это, не признают, находятся либо под покровом тени руки Божьей, либо под покровом тени смерти. И тот род тени, под которой человек находится, определяет как род его рабства или степень его зависимости, так и предмет его истинного поклонения, а следовательно, как его настоящее, так и его будущее. Рассматривая характер тени, падающей от руки Божьей, мы пришли к заключению, что на самом деле изреченное слово Бога, которым Бог покрывается как тенью или облачается как в одежду и ставит себя в зависимость. Это есть тень, то есть определение тени, Божье слово, исходящее из уст Божьих, которое является одеждой Бога или тенью самого Бога, от которой он зависит. Тень руки Божьей, как мы знаем, также и тень руки дьявола состоит из различных имен Бога, а там из различных имен дьявола, и в зависимости от обстоятельств проявляет себя в качестве того имени, в котором нуждается находящийся под ее покровом. Дьявол тоже изучает людей, и в зависимости от обстоятельств, наклонностей, предпосылок человека, его пристрастий, он проявляет себя именно в том виде, чтобы воздействовать на человека. Если его пристрастием что-то является излюбленное, он начинает проявлять себя именно в этом, с религиозной точки зрения, на людей религиозных. Отвечая же на вопрос второй, какое назначение призвано выполнять тень руки Божьей в отношениях человека с Богом и Бога с человеком, мы пришли к выводу, что назначение тени руки Божьей призвано охватывать буквально все сферы человеческой жизни, все уровни взаимоотношений Бога с человеком. В силу чего мы стали рассматривать некоторые из этих сфер, по которым мы затем смогли бы судить о взаимоотношении Бога с человеком и в других сферах. При рассматривании назначения тени руки Божьей, мы в каждом отдельном случае также стали рассматривать следующий вопрос, по какой причине обетования заключенные в тени руки Божьей задерживаются в пути, либо вообще запечатываются. То есть человек не может воспользоваться теми благами, обетованиями, которые находятся в тени руки Божьей. Почему? Какую цену необходимо платить человеку за право находиться под тенью руки Божьей? Потому что все благие цели, намеченные Богом в отношении своего народа, которые Бог содержит в тени своей руки, могут быть им выполнены только при одном условии. Если его народ будет исполнять определенные условия, дающие право постоянно находиться в границах тени руки Божьей. В связи с этим мы коснулись уже пяти назначений, а следовательно и пяти условий, дающих нам право находиться под юрисдикцией тени руки Божьей и остановились на шестой. Это право быть исцеленным и получать исцеление от раны болезней. То есть есть обетование Божье, заключенное в тени, где она будет исцелять. Это одно из самых сильнейших доказательств того, что сделал вообще Бог для людей. Я прочту Деяние 5, 14, 15. Этот стих мы сделали нашим основанием в связи с тенью, делегированной тенью Бога. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осеняла кого из них. То же происходило и с другими апостолами. Разумеется, как мы с вами уже отмечали, что тень самого Петра сама по себе не могла исцелять. Это происходило лишь по одной причине, что Петр независимо, возможно, вот от своих недостатков, которые есть у всех людей, и Писание высвечивает их у Петра, все-таки был избран и поставлен Богом представлять интересы тени, падающей от его руки. Научиться этому невозможно. Повторяю, есть люди, которые учатся, как исцелять. Дух Святой дает это тому, кому хочет. Невозможно научиться. Это откровение Бога. Просто оно приходит, и когда человек высвобождает это откровение, происходит результат. То есть это слово исцеляет. Не может человек учиться и своим желанием, говоря, вот здесь есть обетование, и поэтому я провозглашаю. Да провозглашай сколько угодно. Пока Бог не передаст тебе это слово, ничего у тебя не будет, даже если ты хоть какой суперапостол, пусть даже сам апостол Петр. Петр не мог это делать, когда хотел, с кем хотел и как хотел. Это делал Святой Дух через Петра, как он хотел и когда он хотел. И Святой Дух не изменился, он и сегодня тот же, и он действует только таким образом. Поэтому создавать спецкружки и учить исцелению – это одна из глупостей религиозных чиновников. Нужно приближаться к Богу, учить, как поклоняться Богу, учить, как общаться с Богом и представлять себя в Его распоряжении. А Он уже сам разберется, в каком амплуа нас взять и задействовать. Исайя 53, 4, 5. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот эта прошедшая форма алгогола «мы исцелились» говорит о том, что две тысячи лет тому назад, когда Иисус на кресте умирал, Бог взял и возложил на него грехи, болезни и немощи своего народа и тем самым исцелил свой народ. То есть практически все дети Божии получили на свой счет исцеление. Отец положил на их счет исцеление. Они имеют на своем счету. И мы как раз разбираем вопрос, почему же две тысячи лет почти что нигде ничего не видно, если где-то происходит какое-то так называемое пробуждение, оно тут же быстро уничтожается. Оно трансформируется в какое-то демоническое проявление. Люди, стоящие во главе, развращаются, падают. Что это такое? Предвидел это Бог? Конечно, предвидел. Он не мог этого не предвидеть. Почему залежи такого богатства находятся все еще в сокровищницах Бога? Что думает об этом Бог? Каким образом Он думает исцелить свою церковь? Ведь до тех пор, пока Он на земле, в телах что-то не сделает, тогда Его смерть частично останется невостребованной, напрасной, а Он умирал за Свой народ. И, видя такую беспомощность, многие проповедники говорят, да, мы получим исцеление там, когда мы получим новые тела. Та-та, для новых тел исцеления не нужно. Ведь Христос взял болезни и немощи не нового тела, новое тело в этом не нуждается. Мы нуждаемся в наших телах, сегодня в исцелении. Мы нуждаемся сегодня выйти из немощи, из ряхлости, что является результатом греха. Он взял и положил на наш счет. Поэтому я размышлял, и существует много причин, почему это не происходит с определенными людьми. То есть, разумеется, все причины, которые мы указываем, это не значит, что все они есть у каждого человека, но, возможно, кто-то себя в чем-то где-то обнаружит. Мы решили взять 12. Это порядок. Число 12 заключает обычно Божий порядок. И мы решили взять 12 причин, хотя их больше, но уже на основании этих 12 причин можно видеть и другие причины. Почему исцеление, в котором мы нуждаемся, в какой-либо пораженной сфере своей жизни, оказывается вне границ? Почему мы находимся в это время вне границ тени руки Божьей? И если бы мы находились под этой тенью, под ее властью, то исцеление мы могли бы взять. Но когда есть причина, почему мы не можем взять, это говорит причина, что мы находимся вне тени Божьей. А следовательно, в это время мы не можем быть острым мечом в его ножнах и застренную стрелою в его колчане. Мы в это время не можем расстраивать замыслы на племенников, направленные на дискредитацию наших отношений с Богом. Потому что враг человека, задействуя определенных людей в церкви, пытается уничтожить уничтожить отношения с Богом у людей праведных, дискредитировать их. Итак, первое, на что мы обратили внимание, чтобы получить исцеление от немощи и болезни, следует обратить внимание на тот фактор, как мы обращались, что верующие это повинующиеся благовествуемому слову через апостолов. То есть, здесь написано, что верующие, которые исцелялись от тени Петра, эти люди, как написано, верующих более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Это люди, которые слушали благовествование апостолов. То есть, повиновались. Просто слушать недостаточно. Когда имеется в виду слушать, это слушаться также, то есть, исполнять то, что слышишь. Во-вторых, чтобы находиться под юрисдикцией тени руки Божьей и таким образом получать исцеление от болезни и немощи, необходимо верить в имя Иисуса. Далее, необходимо получить исцеление, чтобы от немощи и болезни необходимо прощать своих обидчиков. И четвертое, на что мы обратили внимание, необходимо возместить ущерб, нанесенный своему ближнему. Сегодня мы обратим внимание на следующий аспект, чтобы находиться под юрисдикцией тени руки Божьей и таким образом получить исцеление от немощи и болезни, необходимо повиноваться своим родителям в Господе. Обратите внимание, в Господе повиноваться в определенных границах. Дети, повинуйтесь своим родителям Ефесянам 6.1.3 в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Когда говорится почитай отца твоего и мать, опять это в Господе, в границах определенных надо почитать. Это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долгоденствовать на земле. То есть, даруется здоровье, даруется долгоденствие, то есть, исцеление, исцеление от немощи, исцеление от болезни, исцеление от нищеты. Вот, если человек будет почитать отца и мать в Господе. Потому что, как неповиновение своим родителям в Господе, так и повиновение своим родителям вне Господа, нужно учитывать это, поставит нас вне границ, тени падающие от руки Божьей, а следовательно и доступ к имеющимся обетованиям, исцеление, положенным на наш счет. Еще повторю, что, когда говорится почитать в Господе, многие почитают своих родителей вне границ, не в Господе. То есть, исполняют все подряд, что они говорят. Или почитают там, где не следует их почитать. Где их не следует почитать? Их следует почитать только в Господе. Здесь укаются границы, в которых мы должны почитать. «Почитай отца твоего и мать свою, злословящий отца или мать смерти домрет». Марка 7, 10. Все это в Господе. Притча 30, 17. «Гласно смехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери выклюют вороны дольние и сожрут птенцы орлинные». Имеется в виду уже эта притча, что духовно человек потеряет ведение. Он неправильно будет все видеть. Он не будет иметь духовного ведения. Конечно же, речь идет в первую очередь эти места Писания это же к детям Божьим. Это же среди детей Божьих сегодня масса людей, которые не почитают родителей в Господе. То есть, либо они их почитают вне границ, либо в границах не почитают. Поэтому, когда родители говорят не в соответствии Слова Божьего, не следует их в данном случае ни почитать, ни слушаться. потому что послушание и почтение беззаконников, то есть, поставить нас вне границ тени руки Божьей, Бог совершенно с этим не мерится. Вот я прочитал одно место Писания, которое произошло с Христом, или здесь описываются события, которые вокруг Христа происходили в связи с этой мыслью. Матфея 8, 19, 22, это есть у Марка и у Луки. Один книжник, подойдя, сказал ему, учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. Другой же из учеников его сказал ему, Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, иди за мною и представь мертвым погребать своих мертвецов. Может ли, вот с нашей стороны, когда трактуют, почитать, как почитать? Он говорит, оставь их, пусть их мертвые погребают, потому что они мертвые. Имеется в виду никакого почтения, если твой отец и твоя мать мертвые для меня. Почитай их, когда они тоже будут за мной следовать. Если они за мной не следуют, оставь их, пусть их почитают или пусть их хоронят. Похоронить – это почтить их. Позволь, прежде чем я пойду за тобою, мои родители не разделяют этого учения. Поэтому я побуду, я похороню их, чтобы не возбуждать их. А потом, когда они умрут, и я похороню их, отдам мое почтение по закону. Христос сказал, нет, представь мертвым погребать их. Ты уже не мертвый, ты ожил. Ты уже знаешь, кто я такой. А они не то, что не знают, они противятся. А некоторые знают и противятся. Поэтому здесь четко говорится, почему хотят люди следовать за Христом. Ведь многие хотят, но не хотят со своим багажом. Обратите внимание, книжник, знающий Писание, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел, буду твоим учеником. но только вот с целым грузом багажа моих пониманий, моих взглядов. А у нас так не было, а у нас было вот так, а у нас было, и так он говорит, ему отвечает, что лисицы имеют норы. Мы знаем, что лисицы в Писании, он образно говорил, являются прообразом лжепророчеств. То есть, норы, это значит, где лисицы живут. У тебя есть норы, где живут лжепророчества, которые ты воспринимаешь, и ты ходишь по ним. Далее он говорит, птицы небесные гнезда, то есть, у тебя есть мысли в голове, мышления, образы целые, которые не являются моими. Поэтому ты не можешь за мной пойти. Пойти за мной надо, чтобы я нашел преклонить голову, где мою. А для этого надо, чтобы за место ложного пророчества стал я, за место этого мышления было мое. Вначале нужно очиститься, освободиться от всего, что ты имеешь. Часто люди увлекаются, хотят, но со своим багажом. К нам многие приходили и говорили, можно, а вот у нас было так, а вот все мне нравится, ну вот это. Но с этим ты просто не пройдешь, соль не в этом. Даже если ты придешь и сядешь и будешь сидеть, то ты не сможешь пройти в те ворота, которые Бог нам открыл. Туда нужно проходить без ничего, как мы иногда и поем, правильно поем, только нищим, если ты к нему придешь. Почему нищим сердцем? То есть, если хочешь заходить, заходи, ничего своего не бери. Посмотрите, как мы приходим в этот мир. Мы сюда приходим в этот мир без ничего и уходим без ничего. Бог не пустит в тот мир человека с ценностями этого мира. Нужно сразу ценности поменять уже в этом мире, чтобы пользоваться чем-то Божьим и последовать за ним. Вот поэтому в данном случае очень многие люди не получают исцеления, потому что их родители становятся для них либо кумиром, либо идолом, либо напротив пренебрежения. Нужно смотреть, в чем почитать, в каких границах почитать. Если ваши родители находятся вне границ тени руки Божьей и требуют почтения к себе, используют места Писания, вот здесь написано у вас, почему вы меня не почитаете, они начинают требовать почтения. Почтение не требуется, его невозможно потребовать. Я могу почитать, а родителям такое почтение может не нравиться. Они захотят не почтения, а возможно какого-то рабства. Кстати, очень многие родители рассматривают детей как рабов. Они считают, что они обязаны только по факту того, что они их родили, теперь они обязаны их содержать так, как они хотят, а не как взрослые дети находят. Поэтому вот этот вопрос нужно прекрасно хорошо понимать, если мы хотим быть исцеленными от наших болезней. Оставь мертвым, погребать мертвецов, а ты следуй за мною. Все ученики это сделали. 12 апостолов это люди, которые оставили своих родителей, потому что их родители, не все родители апостолов, мы знаем, допустим, родственники апостола Павла, они вообще были настроены против, они вместе были с убийцами, которые хотели убить Павла, и которые хотели убить Христа. То есть, далее, чтобы находиться под юрисдикцией тени руки Божьей, получить исцеление от немощи и болезни, необходимо преклонить свое ухо и забыть народ свой и дом своего отца. Псалом 44.11.12. Это шестая причина, по которой люди, святые люди, не могут получить положенное на их счет исцеление. Они уже исцелены, оно у них есть, но они не могут им воспользоваться. Слышит щерь. То есть, здесь Бог показывает формат отношения со своим народом, как отец со своей дочерью. Вы знаете, что отцы относятся с сыновьями особо, с дочерями особо. То есть, с сыновьями относятся они уже сразу, еще маленький ребенок, они уже говорят, ты мужчина, и поэтому к нему более жесткое такое отношение стараются, меньше нежностей, больше такой жесткости проявляют, чтобы вырастить из него мужчину. А с девочкой осторожно, нежно она, девочка. Вот здесь Бог почему-то относится и к мужчинам, и к женщинам, то есть, полностью, называет червь, дочь Иерусалима, червь Сиона, слушай дочь. То есть, очень нежное отношение Бога. То есть, он подчеркивает, он переходит в формат отношения, как отец со своей дочерью и говорит, смотри, он хочет добра ей, хочет ее исцелить, хочет что-то ей дать, но, чтобы дать, надо отношения выстроить, как отец с дочерью. Преклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой и ты поклонись ему. то есть, не может быть поклонения как такового вообще, если человек не оставил своего отца, своего дома, своего народа, своей национальности, если он не преклонил ухо своего, если он не слышит и не смотрит. Здесь говорится, здесь очень можно много говорить, но мы говорим об этом в других проповедях, в другом формате, о том, как слушать Господа, о том, как смотреть, как стоять, как себя вести. Здесь говорит, слушай и смотри и преклони ухо твое. Поэтому невыполнение этого условия поставит нас вне тени падающей от руки Божьей. Апостол Петр эту же мысль вот как выражает 1 Петра 1, 18, 19 это очень сильное место, зная, что непенным серебром или золотом искуплены в отсуетной жизни. Переданной вам от отцов но драгоценную кровью Христа как непорочного и чистого агнца. То есть искупление тоже положено на наш счет для этого разрыва. Мы искуплены, потому что находясь или в зависимости от своего народа, от своего дома, от своего рода, это как зависимость от рабства. Ведь если мы зависимы от нашего народа, запомните, все грехи вашего народа будут на вас. Есть люди, которые так защищают и готовы пасть выпячивают свою национальность, что они где самые такие необыкновенные и уникальные. Да всякая национальность уникальна сама по себе. И всякий человек отдельно уникален. Никто об этом никогда не спорил. Но нельзя никогда ставить одну национальность выше другой и говорить вот это лучше, а вот это хуже. Нету лучше и хуже. Потому что во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему. И тем не менее среди святых вот это массируется, продолжает. Почему? Потому что они не оставили своего народа. Писание говорит, если мы не оставили все, все, что сделал этот народ, будет вашим грехом. Все, что сделали ваши отцы, прапрапрапрадеды, начиная от Адама, будет вашим преступлением, будет вам меняться и вы будете нести за это. Поэтому ничего Бог не может для нас сделать, пока Он не разорвет это. Вот почему важно при всяком исцелении или при всякой молитве, если человек не знает об этом, я спрашиваю, как у вас отношения с родителями? Есть у вас на них обида? Как вы их почитаете? Отреклись ли вы и понимаете ли вы, что это такое избавиться от генетического кода, от программы, которая заложена в семени, от которого вы родились, если они этого ничего не понимают? Да, Бог может их исцелить, но не как царей и священников. А мы говорим о царях и священниках. Да, Бог, как мы с вами отвечали, Он услышал отрока и показал Агаре место, когда она молилась, колодец показал, пришел, но он никогда бы не услышал Давида, допустим, если бы Давид вдруг решил точно так помолиться. Когда Давид был в пути, для того, чтобы ему что-то с Богом иметь, он брал с собой Ефот, который представлял дом Божий. И когда нужно было попросить Бога, он всегда говорил, принесите Ефот. Он облачался в одеяние священника в Ефот священный и вопрошал Бога. И Бог ему отвечал немедленно, тут же Бог ему отвечал. Почему? Он входил в присутствие Бога, как царь и священник, а не как простолюдина. Потому что, если простолюдина начнет, как царь и священник, попытается, Бог его убьет, если он прикоснется к Ефоту. А если человек, обладающий Ефотом, пренебрежет Ефот и начнет идти, как обыкновенный Господи, услыши, точно так же Бог не будет его слушать. Поэтому, чтобы получить исцеление, которым мы нуждаемся и которое положено на наш счет, нам необходимо отречься от своего народа, от дома своего отца. А для того, чтобы обладать силой для такого отречения, необходимо преклонить ухо, чтобы слышать, и тогда это произойдет. В-седьмых, чтобы находиться под юрисдикцией тени руки Божьей и таким образом получить исцеление от немощи и болезней, необходимо благоговеть пред именем Господа. Очень редко сегодня я видел благоговение чувствуется в речи, в тоне, в выражении лица, когда человек говорит, поет, когда он молится, когда он ходит, когда он живет, как только начинаешь говорить о Боге. Меня всегда потрясало то, когда я встречал людей, благоговеющих пред Богом, которые не являлись царями и священниками. И я удивлялся, почему у них больше благоговения, почему они благоговеют и трепещут так перед Богом. Я недавно смотрел, значит, ток-шоу с одним ученым, вот, с одним художником, и ему задали вопрос, этот человек задает всем один и тот же вопрос, что вы скажете Богу, когда вы встретитесь с Ним? Он ответил, это вопрос для атеистов, я всегда с ним разговариваю. Зачем же мне, вот что я скажу, это тот, что он скажет, какой вопрос он задаст Богу. Вот, когда я приду к Богу, я задам ему вопрос, а почему вы не можете задать его сейчас? У вас что, сейчас нет общения с Богом, что вы не знаете, но я смотрел на выражение его лица, и когда он это говорил, вдруг лицо его изменилось, глаза повлажнели, а на лице появилось чувство трепета и благоговения и глубокого уважения и почтения. Этот человек вообще, я понимаю, что он относит себя к православию, не знаю, насколько он в него погружен, но он находится в светской жизни, но он не живет этой светской жизнью, он осуждает многие аспекты и ведет жизнь вот такого человека, который с Богом как-то разговаривает, находит какие-то способы разговора. Поэтому давайте я прочту место вот этого благоговения, Малахии 4,2, оно есть во многих местах Писания и другие места, а для вас благоговеющий пред именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Обратите внимание, для кого исцеление будет в лучах солнца, для благоговеющих пред именем его. Как только начинают говорить о Боге, об его имени, человек меняется. Совсем одно, когда вы говорите о чем-то другом, но как только речь заходит о Боге, человек сразу преображается. Говорят о святыне, о чем-то великом, которого невозможно постичь, но тем не менее постигается нашим сердцем. Поэтому отсутствие благоговения в молитве, то есть поклонении перед Богом поставит нас вне, тени падающие от руки Божьей, а следовательно и доступ к имеющимся обетованиям и исцеления, положенным в наш счет. Евреям 5, 7. Он, то есть Иисус в однеплоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. То есть говорится, что можно вопить, можно кричать и не иметь благоговения. Он услышан был не за вопль и не за слезы, а за благоговение, которое было в этом вопле, в этих слезах. Сохранилось благоговение. Часто люди кричат от безысходности или от боли, или просто дерзают, написано это обетование. благоговение это такое свойство, которое ставит человека в отношениях с Богом Господи, как ты хочешь, когда хочешь и каким образом хочешь. Я готова или готов ожидать сколько угодно. Я не могу тебе диктовать, как меня исцелять, когда меня исцелять. Вы, наверное, были свидетелями, как и я. Многие из вас верующие, так же, как и я, с детства родились в христианских семьях, когда люди требовали у Бога исцеления. Или сегодня, а завтра мне уже не нужно. Если ты сегодня меня не исцелишь, тогда твое слово не работает, и тогда я не буду его представлять, и я вот тогда. То есть, я встречал много подобных вещей, и почему-то они всегда приводили меня, пока я был маленьким, смущения. Когда я подрос, они меня приводили в гнев, в негодование. Мне было обидно за Господа, что они вот с таким, без всякого страха. Благоговение – это присутствие страха, присутствие глубокого уважения перед Богом. Почему люди не могут получить? Потому что у них нет на самом деле вот таких теплых отношений с Богом. У них есть душевные таланты, возможно, язык хорошо говорить, память, которая цепляется и хорошо связывает, логическое мышление, где они могут хорошо изложить мысль, могут передать, перехватить, и они бравируют этим, говорят, но там нет вот этой теплоты, нет уважения к самому Богу, к Его святости, к Его Слову. В других местах Писания написано благоговеть пред Богом, пред именем, это значит благоговеть пред Его Словом, потому что Бог не разделим со своим Словом и не только не разделим, просто поставил Слово Свое выше всех своих имен и поставил себя в зависимость. Вот на кого я презерю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом моим. Трепет это и есть благоговение. Когда человек слышит Слово Божие, он не пренебрегает его, он не ищет как бы обойти вот эту заповедь или столковать ее так, чтобы можно ее не выполнять, чтобы подставить, что это не заповедь и вырабатывает свои заповеди. Ведь сколько церковь обложено заповедями, которые не есть заповеди. поэтому ничего не может произойти. То там, то сям, понемножку, если что-то произошло, человек носится с исцелением, однажды получившим его вот так, не как царь и священник. Вот Бог дал милость, получил как-то и он всю жизнь как курица с невыведенным яйцом и носится с ним, и носится, ездит по всем церквам. Вот вы помните, там одна дамочка приехала платьице свою показать, как ее Бог исцелил. Я посмотрел, сколько же там надменности, сколько высокомерия. Так, как это так, меня, то есть как? Я тогда не понял, кто она такая и спутал ее с одной певицей, потому что имена были одинаковые, и мне позвонил мужчина, можно ли, значит, вот, и я спутал, думал, я говорю, да, конечно, пожалуйста, на пару песен можете рассчитывать. Они мне ничего не ответили. Потом приходят, смотрю, вот, какая-то каракатица, совсем не то, что я ожидал. Я же не то ожидал. Такие величественные, такие отменные сидят. Я подхожу, они говорят, вот мы звонили вам. Я говорю, да, но, я вам сказал две песни, а вы какие-то лоскуты мне принесли, показывать будете. А я песни сказал, я думал, что надо вот сказать, что мы не поем, мы не из тех, мы вот хотим показать яйцо, которое не снесли. И я, разумеется, им ничего не дал. Это было возмущение, все стали возмущаться, и другие все, как? Это же, это как идол был, то есть этому человеку чуть ли не поклонялись послушать уже пять раз она в одном и том же, и все избегаются. Исцеление послушать. Вы понимаете, вот то, что есть у каждого, положено на счет каждого. Но не должно такого быть, должно быть благоговение пред Богом, должно быть уважение, смирение. Если вы будете благоговеть, вы будете благоговеть пред тем, пред чем благоговеет Бог. Ведь мы благоговеем пред Богом, а вы знаете, Бог перед чем благоговеет? Он пред своим народом, невестой благоговеет. Согласитесь, любой человек, любящий свою невесту, свою жену, он благоговеет. У него трепет есть внутренне. Поэтому здесь, почему многие из нас не могут получить Это одна из причин Возможно, у кого-то есть это благоговение, но чего-то другого нет Но я верю, что Бог через Слово Свое подведет нас к тому И взорвет атмосферу в какой-то части тела своего И оно рассечется по всему телу Потому что время подошло Мы находимся в таком состоянии, когда Бог хочет восхитить свой народ А перед тем, как восхитить, Он все-таки должен показать Оно же для тела вот этого приготовлено, а не для нового И не там И должно что-то произойти Ведь народ израильский, прежде чем вышел из Египта Прежде чем вышел Он был исцелен не в пути и не во время выхода А во время, когда он ел Пасху Буквально все люди исцелились Притом исцеления были потрясающие Любые увечья, любая утрата органов была восстановлена Немощь, дряхлость вся ушла Люди могли идти по трое суток быстрым шагом И дети, и женщины пожилые То есть, да, они были, возможно, пожилые Литами будем говорить, но не было дряхлости Они все были свежие, полны И все были без очков Вот А я сейчас пока в очках Но скоро их сниму И вы тоже их снимите со мной Хорошо, давайте пойдем к следующему аспекту Чтобы находиться под юридикцией тени руки Божьей И таким образом получить исцеление от немощи и болезни Необходимо обладать достоинством кроткого языка Притча 15.4 Кроткий язык – древо жизни Но не обузданы сокрушения духа Псалом 33.13.14 Хочет ли человек жить И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо Благословение, исцеление Здесь написано Удерживай язык свой от зла И уста свой от коварных слов То есть, оказывается, коварные слова То есть, вы знаете, слово коварство – это Когда человек говорит одно, а имеет в виду другое Он хочет вас поймать Он улыбается, говорит к вам Говорит ласково, говорит якобы нежно Но ловит вас И потом, найдя какое-то слово Он его исказит и в спину пустит вам стрелу В незащищенное место Потому что он лестью, коварством будет увлекать вас И Писание говорит, когда люди появляются А это происходит из-за зависти Появляется у человека зависть к определенному человеку И он начинает рыть ему яму То есть, мы родились с этим У нас у всех это может проявляться И поэтому здесь нужно быть весьма осторожным Писание говорит – удерживай Оно живет, но если ты удержишь Это же ветхая натура Вы просто держите ветхую натуру Не дам тебе проявиться Молчать И вы не проявляете И Бог не вменяет в грех Он вменяет в грех, когда гнев выражен Когда слово выражено Но если пришло слово Если пришла ненависть Если пришла зависть А вы не даете ей выхода Не пойдет И я тебя не выпущу Вы ее не выпускаете Вы с ней не соглашаетесь И Бог не вменяет вам это в грех Это дьявол будет говорить Ну у тебя же это живет Но оно живет А у меня есть и новый человек Который это сдерживает Не дает ему проявления И говорит – нет, этому не быть И начинает благословлять этого человека Вот говорит – хочешь ли жить Быть здоровым Иметь долгоденствие Иметь благо, благословение Пожалуйста Проявляй кротость Обуздывай свои уста Удерживай язык свой от зла И уста свои от лукавых речей Далее В девятых Чтобы находиться под юрисдикцией Тени руки Божией И таким образом получить исцеление От немощей болезней Необходимо использовать метод Неотступной молитвы Луки 11, 5, 10 И сказал им Притчу Христос говорит Ученикам Положим, что кто-нибудь из вас Имея друга Придет к нему в полночь И скажет ему Друг Дай мне взаймы Три хлеба Ибо друг мой с дороги Зашел ко мне И мне нечего предложить ему А тот изнутри Скажет ему в ответ Не беспокой меня Двери уже заперты И дети мои со мною На постели Не могу встать и дать тебе Если говорю вам Он не встанет И не даст ему По дружбе с ним То по неотступности его Встав Даст ему Сколько просит И я скажу вам Просите И дано будет вам Ищите И найдете И стучите И отворят вам Ибо всякий Просящий получает Ищущий Находит И стучащему Отворяет Имеется Всякий Кто это делает По неотступности Неотступно Не отступает То есть Здесь явно Положено То есть Вот Христос Положил притчу Зашел К нему Друг с дороги То есть Христос Пришел к нам К своему народу И показал себя Как друг Допустим Мы не имеем К Отцу Прямой доступ Мы только Через Иисуса Имеем доступ Иисус 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 Имеет отношение с отцом Как друг И так как Мы пришли к нему А ему Нечего нам дать Он идет К отцу И говорит Дай мне Друг мой Зашел А мне Нечего Предложить ему Дай мне Три хлеба То есть Нужно Исцеление Для тела Души и духа Имеется ввиду Что Друг Который Зашел полностью умирает. Ему во всех трех его ипостасях для Духа, Души и Тела требуется жизнь, хлеб жизни. А тот говорит, двери заперты. Я спокоен. Закон есть закон. Все. Не могу встать. Дети мои со мною на постели моей. Не могу встать и дать тебе. И написано, говорю вам, если не даст ему по дружбе, то по неотступности встав, даст ему столько, сколько просит. Неотступность – это верность. Не отступать ни при каких обстоятельствах. Что бы ни произошло, продолжать верить, надеяться и уповать. Продолжать уповать, не опускать руки. А, все равно уже ничего не получится. А уже все. Все уже, да. Продолжать бороться, потому что Бог очень будет высоко ценить. Неотступность – это верность. Написано, с ним суть верные будут. А неверные, написано, будут в другом месте. Те, которые не будут этого иметь. Поэтому ценность и достоинство неотступной молитвы пред лицом Бога состоит в том, что во времени исполнения обетования она может ожидать сколько Богу угодно. то есть до тех пор, пока не получит. И такое же ожидание будем и Писание рассматривать верностью Богу. И я приведу еще одно место Писания по этому поводу, по неотступности. Это тоже притча, которую сказал Иисус в 18 главе, с 1 по 8 стих она записана. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. То есть, как и в предыдущей притче, он сказал, двери заперты, дети мои на постели со мною, не беспокой меня. А этот, будучи ему безразличным, он не боится ни Бога и людей не стыдится. Вот как вы его, чем вы его можете побудить, защитить вас? Он обладает властью, но не боится Бога и людей не стыдится. Вы скажете, это бесполезно к нему идти. Но она пришла, и он приводит, что и она, защити меня, он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя. Обратите молитву, неотступность лишает покоя. Когда вы просите Бога, о чем-то и не отступаете, вы его лишаете покоя. Он говорит, дети мои на постели со мной, то есть я нахожусь в покое. Он потеряет покой. Потому что вы приходите на основании его слова. А он говорит, я не успокоюсь, пока не выполню моего слова. А вы приходите к нему и ожидаете, вы уповаете, у вас не теряется упование. И вы все время говорите, все равно оно придет. Все равно оно придет. Все равно я буду стоять до конца. Господи, я ожидаю, я уповаю на Тебя. Все равно Ты мое спасение. Что бы ни происходило, Ты мое упование, Ты мое исцеление. Ты моя сила. Ты мое воскресение. И он что говорит? Здесь просто показывается, что неотступность лишает покоя не только Бога, но даже и судью неправедного. Так как она не дает мне покоя, хотя Бога не боюсь и людей, не стыжусь, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, прийдя, найдет ли веру на земле? Оказывается, неотступность вот эта, это есть показ, демонстрация веры, верности Богу. И когда Он говорит, хотя и медлит защитить, то есть вот этот вопрос по отношению к Богу, Бог медлит. Может ли Бог опаздывать? Мы вот иногда поем песню есть, Бог может медлить, но не опоздать. На самом деле, сколько бы Бог не медлил, Он не опаздывает. И промедление Божье, как правило, на самом деле является милостью для нас. Если Он медлит, значит, Он что-то хочет в нас добиться, ожидает что-то в нас. Вот смотрите, Он медлил 38 лет, чтобы исцелить вот больного, который там был в Эфезде. Он 38 лет болел, не выходил оттуда. Ему туда приносили есть, он лежал больной, ожидал движения воды. Почему Бог медлил? Там явно, прощаются тебе грехи твои. Когда Бог прощает грехи? Когда человек кается. Иногда Бог медлит только потому, чтобы побудить человека к покаянию в какой-то сфере. Человек не видит часто очень многих вещей и обвиняет кого-то другого в своих неудачах, в своих несчастьях. И Бог будет медлить, дать ему то, что он просит у него, до тех пор, пока он будет обвинять кого-то. Вот до тех пор, пока вы обвиняете кого-то, ничего вы не получите от Бога. Не получите то, в чем вы нуждаетесь, потому что вы все время думаете, что виноват мать, виновата мать, виноват отец, виноват пастор, виновата церковь, виноваты вот эти люди, виноват менеджер. Почему я не могу этого иметь? Виноват муж, виновата жена, неважно. Прекратите обвинять. Идите к Богу. Дело в том, что когда человек согрешает и говорит, я согрешил, потому что он или она меня к этому подтолкнули, а Бог скажет, меня это не касается. Ты получишь возмездие за грех. Ну и что? Ты должен верность показать, когда тебя провоцируют. Провокация не является оправданием греха, когда тебя спровоцировали. Ты не должен, тебя будут провоцировать. Христа тоже провоцировали. Всех праведников провоцировали, но они противостояли и выдержали. Так что выдержишь и ты. То есть есть причина. Неотступность, верность. Нужно все равно сохранять верность. Когда человек обвиняет кого-то, он уже не сохраняет верности. Это также одна из причин. В десятых, чтобы находиться под юрисдикцией тени руки Божьей и таким образом получить исцеление от немощи и болезни, необходимо, чтобы наша неотступная молитва сопровождалась постом. Но только постом, который избрал Бог. Некоторые думают, что пост, если они не едят и не пьют, вот уже поэтому Бог обещает или Бог обязан что-то сделать. Они надеются. Я постился, я молился. Я много встречал таких людей. А вот давайте посмотрим, какой пост Бог избрал. Исаия 58, 6, 8. Это знаменитое место, инструкция. То есть, к тому, что такое пост и какой настоящий пост. Вот пост, который я избрал. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, разделись голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом твой, когда увидишь нагого, одень его, от единокровного твоего не укрывайся, тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». То есть, здесь вообще намека нет на воздержание от хлеба, от пищи, от мяса, овощей, фруктов и воды, или какого-то, как говорят, Даниловского поста. Сегодня некоторые церкви внедрили в себя, ну, это есть и в православной церкви, а сегодня это уже и харизматы подхватили. И тоже, вот, насколько мне стало известно, они ежедневно, я спрашиваю, ну, и у нас есть, родственник один приходит, и всегда у нас Данила, то есть пост Данила вот сейчас в церкви, вот они исполняют, ну, вот в это время они овощи, фрукты, там, вот, как у православных, постные, то есть, это значит, сливочное масло нельзя, но можно оливковое, можно постное и так далее, и каши всевозможные. То есть, если люди все время на кашах сидят, без вашего поста, как я слышал одну байку такую, два пожилые человека, муж и жена оказались в небесах, и, значит, жена так восхищается, ой, как хорошо здесь. А он ей говорит, дорогая, если бы ты не кормила бы меня овсянкой, мы уже давно были бы здесь. Вот, так и здесь. Так что многие постятся, и без этого на этой овсянке сидят, или на гречихе, или на пшенке. Ну, здесь все-таки говорится о том, чтобы мы простили наших обидчиков, вот здесь вот, что за пост это, отпустили скитающихся на свободу, разделили хлеб с голодным, одели, не укрывались от единокровного, и тогда написано, исцеление твое скоро возрастет. Поэтому пост, который избрал Бог для сопровождения неотступной молитвы, выражающей верность Богу в реализации обетования, исцеления, выражает цену этой верности. Вот такой пост, это цена этой верности в праведных отношениях с Богом, самим собою и со своими ближними. Матфея 17, 14, 21. Очень интересное место в связи с постом. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает». Обратите внимание, в новолунии, новая луна, то есть, когда говорится новолуния, новая луна, это был праздник, он указывал на нечто, на нового человека, на новый хлеб, на новый завет, на новую заповедь. То есть, чтобы мы поняли, то есть, речь идет о новом человеке, о новых людях, о церкви, не той, которая была в Старом Завете, то есть, собрании святых, а вот в Новом Завете, он в новолунии, то есть, приходит сатана, посмотрите, в ярость из-за чего, в новолунии. Обыкновенная новолуния, когда луна, и сегодня есть такие люди, у которых именно припадки начинаются, когда новая луна приходит, в новолунии, когда она рождается, то есть, или приходит полная. Он тяжко страдает в новолунии, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его. А в другом месте говорится, что когда Иисус подошел, он увидел учеников спорящих. Там имеется в виду, что в оригинале фарисеи и книжники прижали учеников. Если это Иисус, если это было исцеление, почему вы сейчас не можете изгнать? Вот одни говорят, пожалуйста, вот он беснуется, а он тут как раз пускает пену, кричит, и ученики начали именем Иисуса изгонять, а не работает. И в это время подошел Иисус и говорит, что происходит? И вот он говорит, Господи, вот я приводил к ученикам твоим, но они не могли. И вот Иисус отвечает, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, почему мы не могли изгнать его? Ведь из других изгоняли. Иисус же сказал им, по неверию вашему. Обратите внимание, неверность, неверие, потому что дальше идут такие слова, ибо истинно говорю вам, если вы не будете иметь веру в зерно горчичное, если будете иметь веру в горчичное зерно, и скажете горе, если перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, сей же рот изгоняется только молитвою и постом. Теперь берут ударение, делают молитвою и постом, а куда вы денег и по неверию вашему не могли изгнать? Оказывается, пост и молитва это элемент веры. То есть это подчеркивается, у вас не было веры, потому что когда у человека есть вера, он будет применять вот этот правильный пост, чтобы не делать их отдельными. Он прямо здесь сказал, по неверию вашему, когда люди делают ударение, будем поститься и молиться. Они постятся и молятся, и приходят к Богу, Господи, почему мы постимся и молимся, а ты не отвечаешь? Он говорит, вы постите для того, чтобы друга задавить, чтобы бремя накладывать друг на друга, потому что когда постится, голову задерет, и ходит с таким вот, он может поститься, он уже духовный стал, он цену платит, а вот вы не можете, а он может. А здесь совершенно другое говорится. Здесь говорится, что пост, правильный пост, как раз и есть выражение веры. Вы говорите, что у вас не хватило веры, а вера, если бы она была, она выразила себя бы в молитве с благоговением и правильным постом. Отпусти, прости, разреши узы неправды, накорми голодного того, который пришел именно к тебе. Имеется в виду голодного. Сегодня люди приходят, не будучи голодными и наги. Здесь написано, видишь, нагово одень голодного, накорми. Они приходят просто, говорят, у тебя есть деньги для бизнеса, вот у меня бизнес, я хочу. И обижаются, если вы не участвуете с ними. Нет, Писание об этом не говорит. Это уже сотрудничество, это вопрос бизнеса, там должны быть договора. Четко прописанные по закону. Итак, наше время истекло. Но я думаю, и сегодня мы достаточно прослушали. Бог действительно хочет, чтобы мы получили исцеление. Он буквально желает этого, хочет этого, ждет этого. Так что мы будем молиться, не будем унывать. Я верю, что наше исцеление, положено на наш счет, сработает. Бог что-то произведет с нами. Давайте не будем смотреть и осуждать кого-то и что-то. А вот те моменты, которые мы услышали по отношению к родителям, как себя вести, как их почитать. Потому что некоторые боятся и не знают, как себя вести с родителями, беззаконниками и отступниками. Вот. И дьявол, зная, что у них не хватает знаний, будет осуждать их. А вот, и они будут метаться, что делать, что делать. Или с родственниками, отступниками, так что, у вас уже все, у вас, как одному врату позвонили, так что, у вас уже, там, Христос воскрес, это уже у вас, я говорю, ты бы ему сказал, что у нас Христос воскрес, это каждый день, это у вас теперь снова один раз в году. И потом затащите его опять в огроб. А у нас каждый день, и в этот день тоже воистину воскрес. Хорошо, давайте склоним наше колено, помолимся, поблагодарим Бога за Его Слово, которое послано для того, чтобы исцелить нас. Аминь. Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за Слово Твое, которое Ты послал для того, чтобы исцелить нас. Я верю, что Ты потерял покой в своем сердце, и Ты решил к концу веков все-таки выполнить свое обещание. И то, что Ты страдал, и то, что Ты взял на себя наши немощи и болезни, внедрить это в сознание своего народа, запечатлеть их в сердцах, чтобы они могли встать и взять то, что им принадлежит. Потому что этого хочешь уже Ты, потому что они настолько устали, разуверились, и теперь просто влачат свою жизнь в болезни, в нищете, не борясь совершенно с нею, не уповая на Тебя, не надеясь получить что-либо от Тебя. Ты хочешь вдохнуть вновь надежду в своих детей, что на их счет положено исцеление от немощи и болезни. Да будет прославлено имя Твое, великий Бог, за исцеление, которое Ты положил на счет каждого из нас. Да придет это исцеление, да восставит святой народ Твой, да уйдет немощь, да будет проклята всякая болезнь и немощь во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Да прославится Его подвиг на кресте ради нас. Да будет выражена Твоя любовь, потому что в этом есть выражение Твоей любви. До тех пор, пока исцеление Твое не потечет, любовь Твоя не сможет проявиться в той полноте, в которой бы Ты хотел, чтобы она проявилась в народе Твоем. Да будет проявлено исцеление, да польются потоки, да будет явлен бальзам Галада, для того, чтобы размягчить сердца народа Твоего, исцелить раны болящие, гнойные. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа молю Тебя, Отче неба и земли, да будет послано на тело Твое исцеление, да встанет оно, да будет оно исцелено, да выйдет оно из гробницы своей, да сбросит с себя в ретище и пепел, да оденется в царские одежды Твои, омытые кровью Сына Твоего Иисуса Христа, да преклонится пред Тобою, да вострепещет и благоговеет пред Словом Твоим великий, славный и могущественный Бог, да будет исцеление Твое от иноплеменников, от лжи, от стрел, от поражения мечом, да взойдет солнце Твое, да придет исцеление в лучах его для народа Твоего, когда мы придем в небеса, там не нужно, чтобы исходило исцеляющее солнце, там нету болезней, там их не будет, там не будет горя, когда Ты говорил, что взойдет солнце, исцеление в лучах, Ты имел в виду, что это будет происходить в теле, в этих телах, Ты хочешь прославиться в этих телах, потому что Ты искупил не только наш дух, и душу Ты искупил, так же и наше тело, Ты хочешь прославиться в телах святого народа Твоего, прославься же, Господи, мы уповаем на Тебя, мы желаем этого, мы ожидаем этого, мы просим, мы ищем, и мы стучим, благодарим Тебя за исцеление, которое Ты послал нам, благодарим Тебя за то, что мы ранами Твоими исцелились, слава Тебе за исцеление, слава, благодарим Тебя, склоняем голову пред бальзамом Твоим, исцеляющим сердечные раны, исцеляющим любые болезни, благодарим Тебя, что для Тебя нет ничего невозможного, никакая смертельная болезнь, которая неведома сегодня никаким светилом медицины, Ты можешь исцелять все, потому что Ты воскресенье, Ты жизнь, Ты Бог, да будут восстановлены пораженные органы, тело святого человека, которое слышит Тебя, которое слышит Твой голос, да придет Твоя надежда, что все то, что произошло с их телами, может быть восстановлено, потому что исцеление положено на их счет. Позволь преклониться пред Тобою и поблагодарить Тебя за это исцеление, прославить Тебя, порадоваться с Тобою, потому что небеса приходят в восторг от той веры, от той неотступной молитвы, которую творит народ Твой, несмотря на немощь, страдания, боль, продолжающих уповать, надеяться и провозглашать, что жив Господь твердыня моя не поколеблюсь во веки и веки. Слава Тебе! Поклоняемся пред Тобою великий Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok,